Первый и единственный телерадиоканал Страна ФМ Друзья, 10 часов и 4 минуты точное московское время Телерадиоканал Страна ФМ Доброе, да, спасибо большое, доброе утро Юлия Егорова в студии здесь Доброе утро, Влад Кутузов тоже здесь И мы, ну, с каким-то безумным удовольствием Представляем вам нашу утреннюю гостью Певица Шена сегодня в эфире телерадиоканал Страна ФМ Доброе утро Боже, как ты красива сегодня Слово сегодня лишнее Спасибо большое, вы тоже Во-первых, очень приятно, когда артист приезжает заранее Вот эта вот утренняя функтуальность Мы уже сразу расположены, мы готовы сделать для тебя Вот проси все, что хочешь Красивая, накрашенная, вкусно пахнущая своим ароматом Как ты его смешно сейчас назвала? Запах турецкого мужчины Турецкого мужчины, да, да, да Мы сегодня будем делать же очень важную вещь Да Мы будем презентовать твой новый сингл Который мы уже с Кутузовым послушали Песня называется «У него другая» Будем об этой песне говорить Мы почитали сотни комментариев у тебя в Инстаграме Под постами об этой песне И, ну, наверное, ни одного отрицательного не нашли При этом, я уверена, один есть Может быть, да, один есть Ну, слушай, ну, как бы Ну, не бывает всегда всех довольных, конечно Но спасибо Песню мы обсудим чуть попозже, я предлагаю Да, мало того, что обсудим, мы еще и послушаем, естественно Послушаем, да Это где-то к середине этого часа произойдет Да, 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 да Узнаем подробности клипа Надвигается даже на съемке Вот-вот-вот случатся Но давай начнем С самой вот актуальной темы Твой гороскопчик У нас такая манюсенькая традиция есть Мы гостям сообщаем, что их ждет сегодня Да, мы тебе расскажем Давайте с радостью послушаем Ты же не знаешь, что тебя ждет Певица Шена, 21 июня рожденная По знаку Зодиака Близнецы Сегодня у тебя благоприятный день для поиска единомышленников и союзников Начало сотрудничества В точку попадает гороскоп Вот в этом смысле Кайфово Что-то сегодня будете единомыслить? У меня сегодня куча дел, куча встреч Поэтому да, это прям приятные новости И вчера ты говоришь, что поздно вернулась домой Да, у меня последняя неделя такая очень-очень насыщенная Практически без сна Ну, это подготовки к клипу Сколько часов удается поспать? Вот реально Я вообще люблю мало спать Я не люблю спать Поэтому мне это все спокойно То есть 4 часа сна для Шена вообще нормально? Вполне Такая аскет Сейчас ты еще расскажешь, что ты Почему расскажешь? Подождите, можно сейчас? Лирическое отступление Мы же следили за твоей историей со вчерашнего дня тоже Чтобы получше узнать себя Ты же не ешь даже 17.52 Было 17.52 на часах Когда ты написала, что еще не было завтрака Ни ужина, ни обеда Да, сегодня тоже не было завтрака Не, мало того, там написано было мороженое, взбитые сливки и шоколад Это потом случилось Это нормальная история для 17 часов? Да, что подробнее Я вообще, ну, как бы я спокойно отношусь к питанию Я стараюсь питаться правильно Но это не значит, что я не могу себе позволить чего-то приятненького Вот Не сижу ни на каких диетах Просто действительно так получилось, что И еще в связи с трафиком Все встречи прям вообще вплотную придвинулись И что вчера вот не получилось Соблюсти режим питания На ужин таки был царский у тебя Взбитые сливки, мороженое, там вафельные трубочки Шоколадом все было посыпано Мы с Владом рассмотрели Я просто сейчас еще не ела Тоже так прям приятно было вспоминать, что было вчера Как хорошо было вчера Да-да-да Вернемся к гороскопу Значит, ты хорошо ладишь с людьми сегодня И заинтересовываешь всех своими идеями Ну смотри, просто Кайф То, что надо Теперь мы идем в другую сторону сейчас Но по гороскопу Вероятные незапланированные расходы Вы несколько легкомысленно относитесь к деньгам Утверждают астрологи Порой тратить их не задумываясь С серьезным проблемам это не приведет Но чуть позже вы можете пожалеть, что не были более экономными Как прокомментирует это утверждение Шен? Единственное, на что я могу тратить деньги Я, мне кажется, шипоголик Процитирую твое недавнее интервью Сказала ты, что сейчас ты шипоголик в завязке Что значит шипоголик в завязке Мы узнаем через несколько минут Когда вернемся к этой теме А сейчас у нас Исаия и песня Сожженное солнце Сожженное солнце Мне, знаешь, захотел понизить голос И какую-то сексуальную хрипацию произнести Ну быстренько еще раз это сделаем Сожженное солнце Нормально? Мы вернулись, друзья Доброе утро! У нас в гостях сегодня доброе утро еще раз У нас же разговор не продолжается, как обычно И пока песни звучат, мы разговариваем Мы остановились на твоем шипоголизме Который в данный момент находится у тебя в завязке Шипоголизм в завязке Расскажи нам, пожалуйста, о своем шипоголизме В развязке, когда он находится И когда в завязке он сейчас В развязке лучше не видеть Это страшная история? Вообще, это страшно Но я просто очень люблю моду Я очень люблю что-то для дома покупать Что-то даже для своей собаки Я помешана на каких-то вещах в плане моды Но это не значит, что должны быть дорогие вещи То есть, подожди, разница между тем, чтобы пойти в магазин одежды модной Или в хозяйственной, в принципе, нет Ну нет, хозяйственной для дома Я имею в виду какие-то духи, декор Знаю, знаю, знаю Ты же помешана на вот эти свечи Да, я очень люблю ароматы У меня всегда благовония дома Каждый вечер я жгу благовония Дай, пожалуйста, ты где-то сказала тоже Я прям сегодня по твоим цитатам веду Где-то ты сказала в одном из своих интервью Что ты с помощью этого всего впадаешь в транс Итак, как впасть в транс? Рецепт Шены Сколько палочек нужно зажечь? Свечи с какими ароматами купить и где их расставить? Палочек, да сколько душе угодно Вот какое настроение выбирать У меня просто дома целый пакет с вот этими вот колбами из палок Индийских благовоний Вот я их понатыкаю Но все думают, что у меня там, не знаю, какой-нибудь притон, наверное Потому что у меня дома свет Я, когда темно, я включаю Я не люблю классический свет Вот обычный У меня разноцветный То есть у меня либо розовый, либо синий, либо красный Бывает он просто переливается То есть у меня дом действительно такой немножко Ночной клуб Из окна выглядит так Соседи как? А я не знаю, я не спрашивала Я им же не мешаю, я думаю Ну издалека, зато сразу можно увидеть, где я живу Найти тебя Какие цвета сейчас у тебя преобладают? Что сейчас? Как в душе, так и в атмосфере квартиры? Вот каждый день вообще все по-разному У меня квартира черно-белая Но при этом я люблю там вот У меня красные цвета Но я люблю больше, наверное, больше агрессивных Насыщенных Ага Кто-то недавно написал из звезд Что в ноябре у каждого человека могут быть три дня депрессии Ну что это вот прям нормально пролежать Только в ноябре? Самый депрессивный, да, вот именно в ноябре Ну потом же уже к Новому году будем готовиться Потом же там Дед Мороз Потому что физически некогда В то время мне нет уже депрессовать Да Были вот такие дни ноябрьские у тебя? Или бухатвил? Ноябрьские Ноябрьские Да я даже не знаю Нет, я склонна к эмоциональным Я эмоционально нестабильна Интровертик же Я, да, я интроверт И я, наверное, периодически социофобушка Да Мне тяжко, когда много людей Имея в виду куда-то ходить отдыхать Клубы, рестораны Это не моя история Даже поэтому, наверное, ты Где-то я тоже это видела Не любишь выступать на корпоративах Это правда? Не то, что не люблю выступать Нет, стоп Есть разница Я говорила про то, когда Я не люблю хамское отношение Когда тебе свистят и Эй, ты, мартышка, что-то спой Ведь у нас так они представляются Представляются, да И такие есть тоже Но может быть сейчас уже меняются И как-то по-другому люди гуляют Однозначно поколение меняется Поколение людей 90-х Оно периодически, мне кажется, сменяется более адекватными людьми Влад, наверное, лучше знает Про поколение людей 90-х Как оно взрослеет Не то, что лучше Я бы хорошо об этом знаю Я в отличие от вас застал это поколение Я являюсь его частью Как оно там раньше В ваших 80-х и 90-х? И еще вот эта история противная, да? Когда артисты на сцене Театральный В общем, у нас все как-то по-другому А если артист перед тобой поет Ну, значит, ты можешь делать что угодно Можешь ему что-то кричать Потому что бывали и такое Что во время выступления Эй, а спой Вот Мне очень смешно недавно было Круто! А ты можешь басту осень? Это мне очень хорошо Это, конечно, очень хорошо И примерно там как бы люди сидели Или, знаешь, да А за 100 тысяч? Ну, вот я такое не люблю Я не люблю не воспитанность А корпоративы к корпоративам рознь А караоке, кстати? Я не люблю караоке в плане петь Как гость в караоке Как гость, да Можно тебя заставить? Как посетитель Как посетитель Караокошный Никогда? Никогда, нет Если вы нас сейчас только слушаете А не смотрите Шена просто закрывается руками, ногами И машет головой No, no, no Нет, караоке нет Нет, мне тяжеловато слышать пьяные вопли людей Давайте мы сделаем паузу прямо сейчас У меня же есть святая миссия Которая должен выбрать Объявить небольшой перерыв Кстати, совсем скоро мы услышим песню «Живешь в моей голове» Так она называется А после нее мы вернемся к вам, друзья Доброе утро Живет в наших головах В ваших сердцах И в нашей студии сегодня Певица Шена Доброе утро Доброе утро Просыпайтесь вместе с нами Мы же презентуем новый сингл Шена Сегодня, который называется «У него другая», но это чуть попозже А сейчас мы разбираемся В хитросплетениях твоей головы Твоей жизни Твоих событий Сторис Давайте попробуем Иса, мы тебя сейчас будем удивлять Снова Продолжим это делать Я вообще в шоке, как вы подготовились Смотри, 23 часа Заметь, 23 часа 24 уже, наверное Часа назад в сторис У тебя появился Джокер Да О, да Ты помнишь об этом? А мы помним Две картинки Вопрос номер один Все уже его посмотрели Джокер уже миллиард Собрал свой драгоценный А у Шена он только вот появился Нет, я просто увидела эту картинку в интернете Джокер для меня просто феноменальный фильм В плане актерской игры Те, кто шел, остался недоволен Фильмом Те, кто шли за экшеном За комиксами За классической Вот этой историей Где пострелял Я не люблю за это комиксы Потому что все ожидаемо Меняются только суперспособности У суперменов в принципе все Есть плохой Хороший Пострелялись Хороший выиграл Но тут я была поражена Насколько режиссер и актер Просто слились воедино Это такая редкость Когда Это бриллиантовая работа По мне, если он в этом году не получит какую-то там премию Я не знаю Оскар Слушай, 14 номинаций, по-моему, там Да, очень много Ну и По мне это одна из самых сильных работ Тебе жалко? Было его? Двойные у меня чувства Или себя было жалко? Нет, двойные у меня ощущения Как бы я понимаю, почему с ним такое случилось В какой-то момент мне было жалко Например, там Когда там его отчитывал его шеф А он стоит, смеется и при этом плачет Ужасно Ну это так сыграно В общем, не знаю Мне кажется, что каждый человек узнал в этом себя Себя Потому что каждый сталкивался с травлями Какие-либо, не знаю, во взрослом возрасте В подростковом Вообще, детьми В общем Ну я не могу сказать, что это норма его жалеть Прям полноценно его жалеть не надо Потому что все-таки это история про маньяка Да, ну жалко было себя И чуть-чуть его, человечество В общем, вот Но скажи, пожалуйста В итоге уже время прошло И вот, ну наверняка же, да, Садок Он остается после такого фильма всегда Он надолго, ты долго об этом думаешь Это для тебя история, которая реально случилась в его жизни? Потому что мнения разошлись Там так никто и не понял на самом деле Либо это в его воображении все происходило? Все вот эти два с половиной часа Мне У меня было и то ощущение, и то ощущение Но все-таки, мне кажется, это некая метафора Например, он, оказывается, не убивал эту женщину, своего доктора Как сказал режиссер В общем, каждый увидел, что захотел Но самая кульминация же в конце Когда он идет по коридору, да, вот эту вот Ну, я имею в виду финальную сцену, когда он поднял народ Да-да-да Ну это же жесть Да Плакала? Это же плохо Я не плакала, но я была поражена, насколько народ слепо пошел, не разбираясь в том, что происходит Просто потому, что какому-то одному человеку стало обидно Они, не разбираясь, начали творить ужасные вещи Руши чужие жизни Вот Вот это самое страшное Вот такое вот философское утро Слушай, а самая крутизна, я прям пару слов Мне показывают Самая крутизна в том, что не просто тупо, да, добро победил и злок, обычно бывает В комиксах, кстати говоря Да Здесь ты вот, насколько ты считаешь, настолько и сам додумай этот фильм Тут многоточие Да, для тебя как удобно, так и считай Да Можно я теперь вот так красиво по родильному это сделаю? По теле родильному Вот такое вот философское утро вместе с певицей Шеной у нас на стране FM Пауза Пауза небольшая, да, минутки 3-4 Мы к вам снова вернемся Доброе утро всем Все нормально сейчас было? Сейчас хорошо Поехали дальше Первый и единственный в России Телерадиоканал Страна ФМ Один На всю страну Доброе утро, страна Половина одиннадцатого, точное московское время Ох, какие интересные темы мы обсуждаем сегодня Мы будем обсуждаем киноиндустрию Да, с такой многоликой, такой разной, талантливой певицей Шеной Которая сегодня к нам пришла в гости Доброе Не опоздала, заметьте Проснулась ради нас сегодня Несмотря на свой график Ведь, помимо того, что 6 ноября ты выпустила свой новый трек Который мы сегодня будем презентовать в прямом эфире У него другая, называется, песня Ты же полным ходом сейчас готовишься к съемкам клипа Вот на следующей неделе Да, я, кстати, об этом никому не говорила, да На следующей неделе мы снимаем клип И сейчас весь мой сон уходит, время сна уходит на то, что я вот назначаю постоянно встречи У нас всякие кастинги и вот этот здесь подготовительный период А ты вот прям настолько глубоко сама этим занимаешься, даже кастингами? Да, обязательно Да, обязательно, только Я всегда делаю Если есть кто-то помимо меня в клипе, я присутствую на кастингах Да Ты будешь в новом клипе сама? О, вкорс Как без меня? Да, буду Вот есть уже идея, какой это будет клип Это будет что-то такое киношное Почему-то, знаешь, у него другая Прям кажется, что там сейчас мордобой Я могу сказать, что он не будет лиричным, гламурным Он будет очень неожиданным от меня и вообще от всех Потому что я не помню, чтобы подобное такое делали Он будет очень, как сказать? Личным? Он будет личным, но он будет обо всех Касаться каждую? И он будет, намекну, он будет о лицедеях А-а-а Вот Две стороны одной медали Да, две стороны одной медали Причем это касается не профессии, а скорее Как там говорил Уильям Шекспир, да? Весь мир театр и люди в нем актеры Вот, интересно Коротко, намек Умеет заинтриговать Шена Ты говорила когда-то, что в принципе Ну, во-первых, ты сама пишешь свои песни Это известный факт И кайфуешь от этого практически, да? В каждой своей публикации в Инстаграме Ты говоришь, как же хорошо пить свои песни Да, я радуюсь, что у меня команда моя И дистрибьюционная компания тоже разрешает выпускать то, что я пишу И не ставит мне никаких рамок Это самый большой кайф для творческого человека Так вот, ты где-то сказала, что они во многом автобиографичны Естественно, только ленивый журналист не спросит тебя про песню У него друга лично, не лично, что она была, не была, вот это вот все Ну, с таким голосом Я сейчас тоже был удивлен Не только ты Замите Я сделала театральную паузу Сразу имею в виду, это нормально Это хорошо Приви, как должен Это хорошо, я люблю сумасшедших В общем Приятно Я не буду утверждать, что я сталкивалась с тем, что я вхожу в спальню и застала, что у мужчины другая Песня совсем не про, не только про физическую измену А ведь это о постоянном Когда ты уже замечаешь эти духи не первый раз Ты понимаешь А второй А уже сотый И ты уже понимаешь, что он уже навострился заметать свои следы Ну, то есть У меня руки, у меня ладошки взмокли Нет, но у каждого Я верю Мы верим Я верю, я верю Кондиционеры включили, пожалуйста Плюс у меня много друзей, подруг Эту историю можно отнести, как и к парням Потому что не только мужчины нечестны по отношению к девушкам Девушки тоже бывают не очень порядочными Вот очень хорошо сейчас было Вот сейчас было очень хорошо Вот, а эту тему всегда опускают, да Нет, я считаю, что все хороши Скажи, пожалуйста Мы готовились Ты об этом знаешь Я поняла Эта песня не новая Хватит хвостить, слушай, куду Ну, да, относительно Ну, относительно, да Нечера она была написана Ты не так сформулировала Она новая, но написана Но лежала какое-то время же в столе Летом она была написана, да Летом она была написана И заготовки были чуть раньше В общем, я не помню Я ее одновременно написала с сигаретой И с несколькими другими песнями Прям вот за два дня Я написала четыре песни Сигареты на звание песни Да, да, да Мы против курения Вот Зош, Форева В общем, они примерно все в одно время Ну, просто решили выпустить ее попозже Вот ее черед Ты спрашиваешь в инстаграме у своих поклонников Какая у них любимая строчка И там прям вообще шквал комментарий Да, мне было интересно посмотреть Некий психологический портрет слушателя Подписчика Потому что это можно Поэтому очень много можно что сказать У кого какая любимая строчка У кого что за дело Потому что это Что-то его личное Ты читал комменты все, которые там были? Да, конечно Ну, скажи, если провести параллель Между фильмом и песней Да, фильм Джокер Мы говорили о том, что Ну, скорее всего, все-таки не все поняли Что там имелось в виду Ну, так, без лишней скромности Ну, да По этим комментам Ты можешь сказать, что Твоя аудитория, твои поклонники абсолютно Точно прочитали то, что ты хотела вложить в эту песню 99,9% да Потому что я старалась эту песню как раз написать Без каких-то очень сложных метафор Как в предыдущем, да Там, как в альбоме «Восьмой грех», Который у меня был написан весь на метафорах И это действительно сложная была история Даже для моих близких Вот, нет Я тут пыталась объяснить достаточно прямым языком Прямым текстом Сохраняя некие Чуть-чуть Твоя ложка кружева Ну, то есть, вот какие-то такие легкие Приятные истории, да Но мне хотелось донести до зрителя Прям вот С первого раза И в итоге, да Вот после того же самого вопроса Кто твой слушатель? Вот его образ, он какой? Разнообразные, но я поняла, что они все очень чувствительные И всех когда-то ранили Вот Но многие из них сейчас счастливы Ага, то есть уже перестрадали Да Это полезно Страдать это полезно В меру Это основывается на личном опыте Это для любого человека Надо щупать все эмоции, которые даны человеку Я так считаю Если ты сейчас находишься в душевном раздрае Можно ли слушать новую песню Шина? Да нужно Она как раз таки не депрессивная Несмотря на текст Она Я ее не делала с целью Я не люблю, когда девушки очень утопают Это склонны девушки утопать в страданиях и в слезах Нет Я наоборот за то, чтобы так Окей, ты расслабился Ты выпустил пар И дальше идешь Потому что все равно по жизни надо идти с оптимизмом Наверное, поэтому же ты использовала там же у тебя и фолк И твои любимые этнические мотивы Да, я очень люблю эту этнику Я обожаю Я вообще без нее, мне кажется, жить не могу Слушайте, а давайте вот об этом подробнее поговорим Потому что у меня тоже есть вопросы Ничего себе Ну давай, я отвечу Да, да, да Но сейчас мы все-таки уже послушаем Давайте будем считать, что это премьера такая официальная Поскольку Шена у нас в гостях сегодня Это официальная премьера, да, у вас Давай, объявляй сама свою новую песню в эфире «Страна.ФМ» Были бы длинные волосы, сделала бы вот так, ну ладно А Шена у него другая А мы же вернулись уже Да, ой Мы же уже здесь, уже здесь И мы сейчас требуем громогласных аплодисментов Потому что вот только что мы запремьерили новый трек Шена Песня, которая обречена стать хитом У него другая Мы ждем клип И тоже ждем тебя уже Тоже с презентацией клипа У тебя там вообще много всего В начале нового года Я хочу выяснить, как музыкальный критик немножечко Там же круто сделано Там сделано все Куплет там сделан как такой хороший крепкий европейский поп А в припеве пошел уже русский фольклор Он дело говорит Это очень прикольное такое гармоничное сочетание Ну я не могла отказаться от фолка Я же люблю фолк Это здорово, это здорово прям Ну спасибо И это прям вот действительно соединилось вот очень круто Спасибо, мне очень приятно Всякие ложки, бубны Вот это же сейчас вообще все возрождается У нас есть инструменты, которые мы записывали Сами вот у микрофона ложками стучали Это не слышно, это все в аранжировке есть Круто А у тебя же в начале нового года Я все хочу вот куда-то уже вперед-вперед смотреть Новые песни очередные выходят Или там даже альбом Или что-то там Как есть хорошая цитата Торопитесь медленней Ну да Успейте больше В начале года будем, конечно, выпускать и синглы И дальше будет интересней Сейчас многие пишут свои желания Деду Морозу Уже что-то там порядка 6 миллионов писем Официально стартовал Официально Деду Морозу Принимание ваших желаний до новогодних И мы с Кутузовым в эфире рассказывали, как правильно Есть же прям официальное правило Как нужно написать письмо Деду Морозу Великий Усюг, чтобы он все исполнил, прочитал Если бы певица А может быть ты пишешь какие-то свои пожелания Сейчас составляла свой виш-лист К Деду Морозу Что бы там могло быть Но исключительно для себя лично Вот не в общем мировом масштабе Ну понятно, что да Если мы отметаем всякие благотворительные Да-да-да Вот только о себе Ой, ну если бы он мог бы что-нибудь Вовремя иметь душевное спокойствие Вовремя именно Тут ключевое вовремя Вовремя Мне сложно переключиться И это уже причиняет чуть-чуть вред Вот Вот если это возможно было бы Да Ну и 24 на 7 иметь музу Потому что когда ты устаешь Тебе бывает тяжковато А как ты вызываешь Ну вот вызываешь музу Как ты вызываешь музу Вызываешь ее Нет, но у меня есть У меня есть некий Нет, у меня действительно есть некий ритуал Который почему-то работает У меня есть место Я именно в квартире у себя пишу А, вот о чем ты говорила Да, я пишу у себя в квартире У меня есть определенный Вот прям стул На котором я это делаю Свет должен гореть Благовоние То есть есть некие Ну как ты настраиваешься Ты делаешь медитацию Или ты в любое время можешь сидеть И начать что-то делать Нет, я не настраиваюсь Нет, никакие медитации Просто я люблю создать вокруг себя Какую-нибудь творческую Необычную атмосферу Вот свет, благовоние А люди Ты где-то сказала, что друзей Ну вот таких вот друзей У тебя мало им там По пальцу можно пересчитать Да Это друзья Прям такие вот из детства Есть друзья детства Есть, ну, относительно там Недавно приобретенные Сколько там, лет шесть Это считается недавно приобретенной, да Я Чем больше живешь Тем больше разочаровываешься Как бы в людях 26 лет артистке Нет, ну факт Нет, это не значит, что они плохие Просто Мы настолько все Нет, мы настолько все разные Что мы априори не можем со всеми совпадать Как пазл Поэтому рассчитывать на то, что у тебя будет 100 друзей Нет, ну ты можешь со всеми быть в хороших Приятельских отношениях Это я не отметаю У меня очень много приятелей Поехать в большой шумной компании На новогодние каникулы Про Шену или нет? Лет 10-15 назад Да, сейчас нет Сейчас, честно Дом, собака, камин Я не знаю Вот все Я не гуляка Ты сожалеешь по этому поводу? Что это не так весело Не так ярко Да что тут сожалеет? Нет Дом, собак Я так нагулялась В институтское школьное время Реально Были дикие тусовки И это было интересно Тогда это было интересно Сейчас мне неинтересно Я понимаю программу Что происходит в клубе Но ничего нового для меня Там не происходит Когда ничего нового Ну я лучше, я не знаю Дом посмотрю лучше Хороший фильм Или пообщаюсь Да, или пообщаюсь с людьми Или песни напишу Я не знаю Ну то есть Чем-то более полезным для меня Это не значит Что тем, кому интересно клубы Это тоже плохо Клубами понятно Про корпоративы Твое мнение мы узнали Где там? Мы еще с Кутузовым Это вычитали Ну что, что-то пора Что ты и свидания не любишь В общем принятом понимании Где? Где? То есть что На свидания тоже Шену Я не знаю Они очень натянуты все за уши Эти свидания Или мужчины натянуты за уши Периодически мужчины Извините Сейчас мне уйти, да? Просто рачу Тянем, потянем А вытянуть не можем Нет, нет, нет На самом деле Просто когда ты официально Куда-то с кем-то Идешь на свидание Как раньше это было принято Тебя позвали Не знаю Мне проще Когда это как-то случайно По работе Вы в компании с друзьями Встретились, заобщались Заговорились Шеночка, в общем-то А можно Ничего, что я так вот Уже тебя вот пока Можно Вот просто пожелаю тебе Огромного счастья Мы с Кутузовым вместе Благодарим тебя за это утро Спасибо большое Спасибо вам Спасибо тебе большое Приконик к нам всегда Спасибо вам Певица Шена сегодня встречала Утро вместе с нами Всем хорошего дня Пока Субтитры сделал DimaTorzok